Земли для выпаса скота с каждым годом становится все меньше и меньше. Сельхозтоваропроизводители Павлодарского района, занимающиеся разведением КРС и лошадей, бьют тревогу. Они вынуждены сокращать поголовье и закрывать свой бизнес. Животноводы просят внимания и понимания у властей. Кульмира Бахтиярова расскажет подробнее. В этот раз в Доме культуры Чернорецкого сельского округа не до веселья. Здесь собрались главы крестьянских хозяйств, озабоченные одной общей проблемой. Сельчанам негде пасти скот. Земля, на которой традиционно кормились буренки, отдается под пашню, независимо от ее плодородных свойств. Частники, владельцы земельных наделов, не соблюдают севооборот и разрушают ее плодородный слой. Целины с каждым годом все меньше. Все распахивает. Надо, не надо. А как нам быть животноводом? Как нам развивать бизнес? Кто в селе останется, если мы не будем скот разводить? Мы не будем скот. В этом году лошадей всех раздам. Сокращать буду поголовье, потому что пасти негде. Чернорецкий сельский округ всегда славился своими животноводами. Скот здесь разводили еще с советских времен. Но на сегодня из 73 тысяч гектаров земли, выделенных сельскому округу, только 16 тысяч гектаров отданы под пастбище. 53 крестьянских хозяйств, работающих на этой земле, занимаются разведением крупнорогатого скота и лошадей. Все они со всех сторон зажаты полями с посевами. Дело в том, что действительно, в свое время, вот у нас, в нашем округе, больше процентов, это у нас идет животноводство, где у нас хорошо развились и скотоводство, и коневодство. Это можно действительно так сказать. Теперь вот в данный момент у нас действительно земель не хватает для крестьян. Я избранный окей. Будем стараться все-таки с местным сообществом эти вопросы решать, поднимать. Вот этот распаханный участок земли в 930 гектаров, ставший последней каплей в чаше терпения животноводов, принадлежит частному лицу. Из них 600 гектаров занимают естественные пастбища, поэтому распахивать их он не имел права. Земля безнадежно испорчена, сетуют животноводы. На ней не вырастет хороший урожай и уже не сможет пастись скот. Мы вот приехали на бывшие пастбищные земли. Здесь вон колодцы еще остались. Мы не поймем, где нам пасти теперь. Этот земельный участок сельскохозяйственного назначения и он в землепользовании у конкретного землепользователя. Это не земля населенного пункта, поэтому вопрос о возврате для пастбища населения здесь не ставится в принципе. Но потребовать вернуть его в состояние, в котором оно было, мы свою работу выполним. Вместе с животноводами мы проехались поблизь лежащим полям. Многие из них пустуют и уже заросли бурьяном и кустарником. На них нельзя пасти скот, все они в руках нерадивых земледельцев. Почему их не отбирают в пользу работающих людей – вопрос к местным властям, так и с товаратующим за продовольственную безопасность. Будет ли у нас мясо и молоко – зависит от сельчан, годами ждущих решения своих проблем. Вопрос вот такой глобальный интересует, что у нас Аким говорит, что программы полеводства, растеневодства, программы, программы. Вот мы по программам это все действуем, наши пастбище перепахивает, в нашем понимании уничтожает. У меня один вопрос. Что, нету программ скотоводства развития, например, что для скотоводов тоже нужны пастбище? И почему развивая одно, одну отрасль уничтожает другую? Нельзя это разрешать как-то более по-серьезному и объективно подходить к этому. Гульмира Бахтиарова, Аман Баэмбет, Ертисахпарат из Паводарского района.